У нас техника стоит. Мы не можем ждать вашу машину. Вас предупреждали два раза. Мы ждем машину, через две минуты подъедем. Уже в пути машина. Приехав на место, судебные приставы не смогли приступить к процедуре сноса сразу. Несмотря на то, что и арендаторы, и собственники этого помещения были в курсе того, что исполнение решения суда назначено на сегодня, практически все торговые точки, магазины и кафе жили в обычном режиме. Собирать вещи начали лишь сотрудники пекарни. Собственники уверяли, что все договорятся. Все нормально. Все получилось по-другому. Соседним кафе посетители заказывали и доедали последнюю шаурму. И в шутку интересовались, не начнут ли сносить здание вместе с ними. Градаем, мы любители. Не будем кушать, голодовка объем. Весь квартал самое нормальное готовят. И цена нормальная, и вкусная. Вот шаурму приготовили наконец-то. И ждать недолго. И вообще очень жалко, что подобные заведения закрывают. Пристрой, по информации приставов, появился больше трех лет назад. Началось все с того, что хозяева одной из квартир на первом этаже решили переделать ее под торговую точку. А позже пристроим оброс весь угол высотки. Больше остальных неудобств от такого соседства прочувствовали на себе жители квартир на втором этаже. Они-то и обратились к городским властям с просьбой проверить законность возникновения постройки. А исполком, в свою очередь, обратился в суд. Разбирательство длилось почти два года. Решение суда было не в пользу собственников. Должники неоднократно были уведомлены, в том числе и письменно. Тем не менее, сегодня утром судебные приставы выехали и убедились в том, что решение суда вообще не исполнено добровольно. Соответственно, принято решение на основании закона исполнить его принудительно. Техника, трактор и КАМАЗы готовы. Соответственно, после того, как арендаторы вынесут все имущество, сразу начнется снос. Эта постройка капитальная. По всему, видно, строилась на года. Стоит она на фундаменте, поэтому просто поднять и увезти ее. Как нередко поступают подобные случаи с торговыми павильонами судебные приставы, сегодня не получилось. Пришлось прибегнуть к помощи спецтехники. Собственники помещения сегодня на снос своего павильона не приехали. За происходящим с интересом наблюдали жители дома, на чьей земле до сегодняшнего дня бизнесмены зарабатывали. Светлана Белова, Роман Фенин, Телеканал Эфир.